То, что касается санкций, я думаю, что они коснутся любого, потому что вообще, ведь никто же не был готов к развитию ситуации, и поэтому и Европа, и США ищут самые разные подходы, как ввести санкции так, чтобы не задеть самих себя. Действительно, у России есть чем ответить. И в этом плане Россию проверяют, насколько резко она будет реагировать. Пока что Россия реагирует грозно, но не очень активно. Пока санкции особо не задевают ни Европу, ни США. А вот то, что касается рядовых россиян, как раз меньше всего санкций ударит по списку из 60, если он будет расширен 200 человек. Это как раз самая минимальная потеря. Что может коснуться? Во-первых, прежде всего, мы должны понимать, ограничение по экспорту каких-то технологий в России ударит практически по каждому из нас. Закрытие Россия будет, причем Россия сама в себе, естественно, будет бить и сама по себе. То есть, когда в ответ будет перекрывать, возможно, предположим, Facebook, Google и так далее. То есть, лишать людей некой привычной комфортности жизни. Во-вторых, безусловно, возможно и ограничение по выдаче виз. Я думаю, что это самое простое. Причем оно не будет декларировано активно, ну, как бывают задержки с выдачей виз в европейские страны. Плюс к этому Россия не производит целый ряд товаров, которые необходимы, к которым мы привыкли каждый день. Ну, например, эти товары касаются продукции химической промышленности, полимерных изделий. И Китай, действительно наш большой партнер, не всегда может поставить на том же качестве, что и поставляет Европа. И постепенно, когда запасы будут заканчиваться, когда будет подходить срок окончания обслуживания станков оборудования, то есть, пакетов обслуживания, нам надо будет решать свои вопросы и свои проблемы. Это касается и софтвердого обеспечения, и просто каких-то технологий. То есть, совокупно, по мелочам нам станет жить сложно. А это уже скажется на том, что мы-то привыкли уже жить хорошо. И действительно, качество жизни изменилось за последние 10 лет заметно. И я обращу внимание, как перепугались многие люди, которые выезжали за рубеж, что будет ограничено хождение визы и мастер-кард. Хотя сейчас проблема в целом снята, но все обеспокоились чем? Все привыкли, что это удобно. Вот теперь нам придется возвращаться к идее, что надо уметь бороться, надо возвращаться к идее противостояния с западным миром. А вот к этому не все готовы, да и не все понимают, ради чего это делается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!